Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, готов? Готов. Погнали. Продолжение следует... Ну вот смотри. Вот такое ощущение, как будто мы сейчас находимся в лесу. Набрали валежника, развели костер. Сидим под кронами древних деревьев. Над нами росыпь миллиардов звезд. И нам хочется покушать. И мы убили пару птиц. Мы их ощипаем, оденем на палку и будем жарить над костром. Точно. Единственное, что на вертеле, конечно, они все равно будут жестковаты, потому что это дикая птица. Ну, так и появилась, собственно, технология чехокбили. Грубо говоря, мы берем любое мясо, добавляем туда лук и кислую среду. И дотушиваем. Любое мясо становится мягчайшим. Также можно, наверное, использовать и вино. Скорее всего, так его и использовали. Ну, я поэтому и сказал, кислая среда. Вначале использовали больше уксуса. Ну, кто побогаче, наверное, использовал вино. С открытием нового света появились помидоры. И мы до сих пор, естественно, используем для этого в первую очередь помидоры. Тогда мы сейчас ощипываем птицу и продолжаем готовить ее. Вперед! Мы подготовили наших фазанов, поставили их на вертел. Теперь нам осталось дождаться, пока они чуть-чуть обжарятся. Так, давай, что сейчас? Пока порежем лук. Давай. Я думаю, что луком это блюдо не испортишь, поэтому луковица 4. Так, ну, прекрасно. Как режем? Кубиками. Ну, хорошо, давай. Едем это кубиками. Так, нормально, посмотри? Да. Хорошо? Нет, можно крупнее. Ну, я так как на манты режу. Кстати, есть одна красивая легенда. Царь Вахтанг I охотился в горах, подстрелил фазана. Ну, фазан куда-то пропал, поэтому он выпустил сокола, который тоже куда-то пропал. Они потом долго искали, птицы оказались в источнике. Источник оказался горячий, и они там частично сварились. А, вот так вот, да? Потом их, соответственно, доготовили, и получилось, собственно, блюдо, которое, наверное, потом и получило название Чахагбили. А на месте этого источника был основан, собственно, Тбилиси, который по-грузински от слова Тбили, который теплый. И смазать уже пора наших пазанчиков. Да, надеюсь, я не порежу себе пальцы. Это нам нужно для того, чтобы он у нас получился румяненький и красивенький. Ну, все, они у нас теперь блестящие, красивые. И, смотри, дымочек поднимается, и будет как раз такой аромат копчености. То ли лук стал менее острым, то есть я сейчас вообще не плачу, спокойно переношу, видимо, возраст и опыт. Сколько слез было выплакано над этим луком. Так, мы сейчас должны будем дожарить этих фазанов, соответственно, разделать их на кусочки. Еще нам надо будет сейчас порезать. Так, все, много зелени, много базилика, много кинзы. Кинза, отлично. Так, я режу очень мелко или средний? Средний. Средний, хорошо. Зелень дает нам аромат основной. Основной аромат чахагбили, по-моему, все-таки, это не хмели-сунели даже, это скорее базилик. Поэтому базилика туда идет очень много. Даже больше, чем кинзы. Затмевает все. А я пока приготовлю перчик, он нам все равно понадобится. Почти готовы наши фазанчики. Я думаю, что можно их снимать. Так, какая красота. Обалденно. Давай на эту доску она побольше. Да, да, да. Естественно, не будет удобным. Весь жир, который будет стекать, останется в пазах. Так. Первый пошел, второй пошел. Прекрасно. Ну что, разделываем. Дима, а ты можешь пока включать конворку. Нам нужен будет сейчас огонь. Я пока разделаю фазанок. Фазанок. Тебя шумно не надо. Режем достаточно крупно. Фазанчики у нас еще не дожарены, естественно. Но это дойдет казане. Миш, почему именно на такие кусочки ты разделаешь птичку? Нам нужны же все-таки ощутимые кусочки. Чтобы взять в руку. Чтобы взять в руку и съесть. И дежурство было, да. И откусить удобно, не избазаться всему. Ну и вроде как что-то съел все-таки. Ну, конечно. Так, лучочек у нас начинается тихонечко румяниться. Ну, а фазан у нас почти готов. Мы лук доводим до состояния полуготовности. Или мы его полностью протушиваем? Не-не, полностью не надо протушивать. Он должен быть слегка золотистого цвета. Ну, то есть форму уже должен потерять и начинать отдавать сок. Да. Фазан у нас готов. Так, посмотри. Уже, в принципе, начинает немножечко. Давай закладываю туда мясо. Давай, все, погнали. Да, он тут лучше перемешается существенно. Перемешай, пожалуйста. Само собой, командир. Так, слушай, уже начинает так подгорать. Прекрасно. Давай это самое сочетание отсыть. И добавим уже помидоры. Так, отлично. Так, поехали. Вау. Красный водопад. Ну-ка, я заберу. Зимой хороших помидоров найти сложно, поэтому итальянские помидоры, как она называется, либо полпа, либо пассата, она спасает зимние месяцы. В летние, конечно, можно почистить помидоры хорошие. В общем-то, их уже аромат такой пошел. Помидоры шикарные. Ну что, мели-сунели. Так, давай. Куда же без него. Так, дружище, чеснок. Не забыли про чеснок? Не, не, не. Ну, чеснок кладется в самом конце. Он даст финальную нотку. Самое главное, чтобы не забыть его. Самое обидное, когда приготовишь блюдо и находишь на столе то, что кто-нибудь забыл положить. Да. Бывает. Не у всех, но бывает. Досаливать мы все равно будем еще в конце. Сейчас просто частично. Соль морская, хорошая по солености, в принципе. И давай половину зелени. Половину. Половину оставим на фенол. Перец. Перец, перец, перец. Перец. Давай. Челодный. Челодный. Давай. Давай красный перец. Прикольно. Закопаем, чтобы немножко попарился. Ждал максимум своего вкуса, аромата. Смастрады в наше шикарное блюдо. Тушим 30 минут. А дальше посмотрим, как у нас мягкость будет мясом. Олея. Все. Итак, наше чехо-акбили доготовилось. Дим, давай поднимаем крышку, посмотрим, что там у нас происходит. Тан-тарададам, тан-там. О, да. Аромат божественный. Кусочки фазана. Так, последние нотки? Да. Зелень. Нет, давай мы вначале все-таки чеснок. Чесночок. Сколько, пожалуйста. Сколько зубчиков надо сделать? Давай я сам сделаю. Просто подбежим. Угу. Аромат, да. Если вы хотите, чтобы в блюде было больше аромата чеснока, добавляйте его в самом конце. Когда мы его раздавливаем, тоже заставляем ему дать сок. Так. Угу. Так, и давай теперь туда всю зелень. Все. Мешаем. Жагу, наверное, можно убрать. Да, самого казана хватит на то, чтобы это докипело. Угу. Так. От него прям такой аромат идет тоже, капитальный. Давай мы его попробуем на соль. Так, я тоже хочу. Как же без меня? Я думаю, что нормально. Вполне. Не надо пересаливать. Не-не-не. Как говорится, не до сол на спине, пересол на столе. Наоборот. Ну, не важно. Ну, пускай будет так. Так, значит, все. Закрываем. Закрываем. Снимаем. Пусть он постоит, настоится еще чуть-чуть. Берет в себя все ароматы до конца. Угу. И будем дегустировать. Ну, все. Я только за. Наша чахарбили наконец готова. В общем-то, мы своего добились. Нежно все разваливается на кусочки. Я, с вашего позволения, делаю это русское. Мясо очень мягкое. Пропитано ароматами трав, специй. Ну, это прямо дичь, дичь. Вот этот соус, он на самом деле очень сочный. Разноплановый. Есть и сладкие ноты. И немножко горечь. Но она такая, достаточно приятная. Ну, предлагаю поднять наши бокалы. За очередное наше блюдо. За очередной, может сказать... Опыт. Опыт. Это блюдо имеет место быть. Это действительно интересное блюдо. Мы, наверное, зашли немножко в сторону именно охотничьей кулинарии. Да. Наверное, это ближе туда. Да. Подписывайтесь на наш канал. Ждем от вас комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вам не зашло это видео, ставьте лайк. Мы принимаем все ваши мнения. Ну, мы стараемся. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. Пицца Грузинс Ку. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...